Это мотоцикл моего дедушки, моя мото-жизнь началась с него, вот именно на этом баке я начал свою мото-жизнь ездить. Это, так скажем, это мой друг с детства, я его специально, кстати, не красил, вот он полностью в отличном техническом состоянии, но вот эти все царапины, это то, что я запомнил с детства, и мне именно дорогие эти царапины, я не стал его восстанавливать. В принципе, если его покрасить, он будет полностью отреставрирован, но мне дорог он именно в таком виде. Самый дорогой экспонат, за которым колонны выстроились другие. Любовь к технике заполонила жизнь, каждый квадратный метр гаража и мастерской. Здесь оживают заново машины из 50-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. На операционном столе Сергея мотоциклы владельцев из Казани, Пензы и других городов. Вот уже как два года мужчина занимается восстановлением ретро-техники профессионально и с успехом. Все дело в деталях. В случае Сергея это выражение многозначительное. Слава Богу, в свое время наши деды хорошо запасались. У многих там в гаражах еще есть советские детали, которые хранятся там десятками лет, там по 50-60 лет новыми лежали. И, соответственно, иногда удается найти такие детали, но с каждым годом как бы все реже и реже они попадаются. Дать прошлому жизнь в настоящем – дело не из простых. Оттого еще более привлекательно считает наш герой. Детали находятся, а дальше – дело рук и лап. Помощник – кот рыжий, которого Сергей подобрал еще котенком на трассе. Тот чудом не погиб под автомобилем, теперь живет среди машин. Все время помогает, прямо мочи нет от него такой помощник. Если без шуток, то Сергей справляется сам. Не так давно увлечением отца заинтересовалась и 16-летняя дочка. Пока делает первые шаги к мотоциклам. Папа аккуратно знакомит Алену с железной вселенной. Помимо Юпитеров, в ней мопеды Рига и даже легендарный москвич. В качестве экспоната и собственноручно сделанная лампа для друзей мотоклуба «Гардсмен», который полностью разделяет мировоззрение друг друга. Мотоцикл дарит свободу и, соответственно, для меня это день свободы. То есть, когда человеку тяжело на душе или легко на душе, ну, соответственно, хочется отдохнуть, расслабиться, он садится на мотоцикл и, соответственно, едет, и при этом получаешь, ну, ни с чем не сравнимые ощущения. В коллекции Сергея сейчас 10 экспонатов. 8 мотоциклов отремонтируют для других людей. Но это скорее не про деньги, а про душу, как и для любого увлеченного. Маргарита Матюшинская, Сергей Свежников, Вести, Ульяновск.